Это вот свежая, сегодня я срезал, это вот неделю назад немножко так сохли. Растет она здесь у нас вдоль реки, это сорт, это специально сажали его, это не то, что он дико растет, а специально. У нас здесь два сорта в основном используют, но здесь у меня второго сорта нет, он такой же, только вот там на корзинах видно, он зеленый который, это вот желтоватый, а это вот риминалис называет, а тот дубой просто. Вот, режем, срезаем очень юно, вот я где-то через неделю, может быть надо начать пока, тут у меня конкурент есть один, как бы не опередил, а то останусь я без. Вот, заготовлю, в общем, я лозу такую, как можно больше, буду ее варить сначала, у меня есть такой чан большой, чтобы получился такой пруд белый. Чтобы такой пруд получился, например, если его резать весной, по соку движения, то его можно очистить без обработки, без варки, без всякого, по соку движения он просто шкура, но это все вручную, через щемилочку там есть, такая вот, так выпускаете пруд, шкура свисает, это все, конечно, я вот, например, дом делаю, это всей семьей. Кого соберу, сын, дочь, кто, кто захочет или кого заставлю, и мать, и зятья, и сестры, кто пожелает, и кого можно заставить тоже, вот, все это вручную чистится, буду варить, потом чистить, ну, оставлю, конечно, там, для красоты, там, на веревочке, там, всякие, на донышке. Вот. Вот. Вказать процесс немножко. Начинать, ну, начнем вот такую простенькую. Ну, все начинается с дна. Ну, всего есть. Вот такие, например, потолки, берем палочки такие, инструмент, изер, место молотка, шива, нож, секатор. Все. Дно, например, такое, круглое. Плести не трудно. Все дело вот в заготовке, это больше времени, конечно, занимает плетение. Ну, и надо, чтобы руки... Я вот занимаюсь, если по документам, по бумажкам, с 86-го года, это 33 года выходит. Ну, там, два года в армию пускай, 30 лет пускай, и то я всего не могу. Берем, ну, начнем вот с дна, например. Берем два прутика. Мершинки. Здесь заправить можно начало, лишь бы они только не упали, как вздумается, кому как, кто как приспособится. Так, оплетаем просто. Либо не вылетели, пока прутики. Такую заготовочку сделали. Дальше делаем, как дети говорят, солнышко. То есть, поочередно надвигаем. Ну, надо, силу здесь все же надо. Дети приходят, вот, можно я картинку сплету с первого раза. Пожалуйста. А начинают, то дно квадратно получится. Все это в процессе корзины, когда будете вязаться, все выпрямиться, даже заметно ничего не будет. Вот, у меня два прутика кончились. Берем другие два. Желательно, по длине, ну, примерно. По длине прутики выбираешься, но это заранее все готовится. Пучок, например, вот такой большой, ну, небольшой. Пучок такой взяли, чтобы по длине были. Раз, вот так, вот, самые длинные. Они примерно одной длины. Остаются. Одна, другая длина. Раз, третья длина. Вот так вот. В основном, вот такой прутик идет на мелкие работы. Когда здесь был цех, корзины плетения, вот в этом здании, такие прутики вообще вот выкидывали. Но их, потому что тогда они щурились, прута было очень много. Резали по миллиону, вот отец рассказывал, по миллиону штук. Каждый прутик считали, вот сколько резали, и все считали. Когда чистили, вот здесь, например, с 1-10, здесь, ну, человек 10, наверное, у нас здесь умещался. Кто-то, вот, щемается этим, через щемок, рядом сидит, чистит. Все это, в общем, котел, это, ну, в общем, кучу все это складывались. Здесь весь, вот что за день начистили, вот, 8 часов, один человек парит по очереди, приходит 3 часа. Вот здесь была паринка, там стоял котел. Просто там не парил, просто, это вообще склад. Просто там котел поставили, это, чтобы в нем можно было прутики сварить. И вот в 3 часа ночи приходишь, ну, там по очереди приходишь, затопляешь, потому что там где-то больше 100 ветер воды, в этом их надо вскипятить, варят как пельмени, только часа полтора-два. Тоже вода закипает, туда прутики закладывают, пресс кладут на них, чтобы они не всплыли. И часа полтора, чтобы, почему, вот в 3 часа, например, в моя очередь я пришел, все застопил, чтобы к 8 часам у меня уже прутики готовы, люди, чтобы в 8 часов пришли на работу, чтобы я уже принес, прутики уже начинали мне чистить. Очень быстро они читают, вот, берешь пучок, и пара так, раз, два, три, и по 100 штук, ну, по 100 штук кладем, потом по 500 связываем, ну, 5, то есть, по 500 штук, короче, пучок. Ну, но сначала, тоже здесь бочка стоит, взорваем вот так по длине, чтобы было удобней, они, видите, они, по длине их вытягиваешь, то есть, они и по толщине, получается, более-менее, ну, одинаковые. Если по длине, значит, и по толщине, ну, уж не совсем там точно, а примерно. И вот, чтобы это, во-первых, и чистить легче, и через щемок протягивать легче. И вот потом все дружно садимся, считаем по 500 штук, там мелкий, например, пучок, мелочь, это, мелочь, крупный, а пруд бывает до 3 метров, вот, даже здесь пруд такой, вот, до толка не умещается. Ну, он в основном половина уходит в отходы, там, хотя его и очистить, только такие белые палочки, вот такие, выкидываешь только, как-то. Так, сосчитали, все связали, поделили на всех, сколько человек работало, ну, сегодня, может быть, завтра больше человек будет, сегодня, там, я не пришел, или кто-то другой не пришел, там. Сколько человек, в общем, работало, на сколько и делим, вот. Вот, эта заготовка где-то мы резали, месяца полтора режем, и столько же, наверное, чистим. В общем, до Нового года, вот. Ну, желательно, конечно, его резать будут сейчас рановато, но, я говорю, вот, я боюсь конкурирующей фирмы тут у меня есть, потому что надо резать его, видите на нем, это, леска сколько. То есть, сейчас пучок вот такой вот, там, мусору больше, листья-то они не нужны, а когда мороз ударится, вот, в ноябре где-нибудь мороза ударится, листок все равно упадет, какой-то, ну, там останется немножко, но это не беда. Так, ну вот, опять беру два прутика, так же, вот, я закончил толстыми каменьками, и, как бы, наставляю, продолжаю. Сразу же, в течение. Эти хвосты, чтобы они не мешали, можно сразу. Эти хвосты, чтобы они не мешали. Первый и последний, наверное. Вот, в общем, вот так. Закончились, опять, будут такие же два. Уже вершины я закончил, вершины и ставлю, опять так же продолжаю. Продолжаю. Такое круглое дно можно в руках вот так вот спокойно блестеть, а овальное дно, там корзин стоит, его вот так вот в руках. Там крестовина совсем по-другому. То есть ее никак. Раньше делали все время крестовину, то есть все время согнулся со согнутой спиной. То есть крестовину делали, и вот так, ну, можно там колосткой, ну, деревяшкой, то есть можно вот так, визер, все время вот так вот держали. Ну, либо так, либо так, кому как удобно. А потом приспособили здесь колеса, вот такие деревянные. И был такой станочек, как сиденье, вот такая доска. А, да, там есть. Это потом приспособили. На ним делали спицы вот для колес. Строгали настрогом, строгали. А потом вместо, там, две палки вот так вот. Спицу вот так вот вставляли между этой. И ногами вот так зажимали, и строгали вот так. А потом Иван Федоровичу додумался, это, уже колеса тут перестали делать, он взял вместо этих палок, сюда еще сделал лопатки. Просто доски вот так накрутил, и получилось у него как тиски. Он ногами раз, сжимал, и донышку вставляет, ногами раз, зажал. Только круть ногами. Это уже в сок, это опыт. Это да, это уже сам он придумал просто. Ну, может, хватит донышка, сделать, чтобы остыки-то, потому что время-то у них тоже. Ну, сейчас я, я просто покажу, и все. Сейчас я это, чтобы мне... Вот, и опять так же наращиваю, и будем заканчивать. Но, так можно плести, какая вам, например, нужна корзина там по величине. Например, если маленькое дно, такое хвань дно. Ну, и здесь заправить, кому как вздумается. Опять, лишь бы... Ну, как умеет. Ну, лишь бы не расплелся. Кому как... Кто как придумает, в общем. Все эти флосы убираются. Не мешали. Этот точно убирает. Вот, получил дно. Дно готово. Дальше мы вставляем в стойке. Вот, для этого нужен и зеркал. Ну, не только для этого. Ну, не только для этого. Ну, в основном. В основном для этого. И еще подстукают, когда плетут саму картину. Подстукают, чтобы там между пространством не было. Там дырочек всяких. Опять же, я говорю, вот это... Подготовка занимает время. Вот, чтобы мне исплести картину, мне вот надо... Вот, 3 на 3 я сделал картину. 3 на 3 крестовинку. Значит, у меня получилось 3, 3, 6 концов. И здесь 6. 12 концов. На каждую... Вот, на каждый пенек. 12 пеньков у меня получилось. На каждый пенек нужно 2 стойки. Стойки затачиваются ножом. Ни в коем случае можно вот так вот взять, чтобы быстрее, например, да? Ножницы. Оп, наисказал. Но так не пойдет. Потому что его надо надломывать, когда ставить стойку. Вот стойку ставим, да? Опять езер. Это же. Ножницами, вот что я срезал. Когда начнешь так... Ну, сейчас он просто свежий. Он начнет колодться наполам. Будет раскалываться, он не пойдет. Его обязательно ножом надо. Вот. На каждый пенек с собой все равно ставим стойку. Но я вам все они будут поставить. Вот, в общем, так. Можно из прута, можно из этого, из проволоки. Но проволока нам потяжелее, когда из прутика сделаешь. Колечко такое. А сухой прут гнется? А? Сухой прут. Его не размочишь, а? Все стоят, поставим. Да у меня их столько нету стоит. Их мне надо затачивать. Я где сколько прутчиков возьму? Вон там гордин, который я заплел, давай ее сюда. А, да, там же. Вот. В общем, вот такой колечкой. Оно выскочить будет прям легкой-легкой. Я каждый раз эту колечку делаю и выкидываю. И потом выкидываю. И потом выкидываю. Это еще баллон. Да пойдет это. Пойдет это. Вот, в общем, стойки я наставил везде. Во всей. Ну, если надо вам ручку, то есть, например, вместо одной ставится ручка. Если для корзины, например, вот так. Да? Ручка. А в остальные стоечки. Потом это все собирается. Кольцо вешается. Кольцо держится. Вот. Кольцо держится. Вот, получилось такое. Ну, в принципе, поняли, да? Вот, получилось такое. Вот одно и то. Вот так. Вот, уже лишнее. Пресло, диван, бочка. Все. Начинается с веревочки. Или, там, косичка, как ее. Она уже берется в три прута. Ну, то есть, пока в три. Можно в четыре. Но у нас как-то не заведено. Просто у нас как пошло. Тоже, все начинается с вершины. Все начинается с вершины. За каждую стойку ставим. Важно, чтобы пальцы, конечно, чем вот ударить питомет, поэтому и хорошо получалось. Пальчики тонкие, чтобы пальчики туда проходили. То есть, я держу, что это, ну, буду выравнивать, чтобы стойка туда-сюда и туда-сюда не уходила. И по очереди. Сложного ничего нет. По очереди. И обязательно натягивать. Надо, чтобы броги привыкли. Видите, вот я пальцами двигаю, какую мне надо, куда. Ну, более-менее ровнее. В процессе плетения, когда сама корзина будет уже плестись, опять, это все время держите вот так пальцы, все время и она получается, вон, корзина там есть, она получается ровно. И тоже так же. Три прутика не окончили. Беру дальше три. Длинный, длинный, больно. Я опять продолжаю, как бы, продолжение. Вера Петровна, вот. Мне не жалко ведь. Это, ну, ведь не получится все равно. Вот ты сама никогда не пробовала, говоришь только это. Давай, давай. Тебе тоже кажется, это это, вроде просто. Но люди должны попробовать. Да мне не жалко, пускай любой попробует, пускай. И начинают один пруть, раз, его сразу туда, и опять сразу туда, по-всяки, в общем, делают. Ну, берется нижний, да? А? Нижний берется. Они все равно вожатся как-то друг. Да, да, они друг на друга. Снизу просто берется. Снизу берется. Да, да. Они вот идут как раз, два, три. Вот. Первый он, и... А который начинает, вот, например, он берет его, кто-то берет правильно, и как-то, как-то, я не знаю, я не знаю, как-то вот так вот снизу, что ли, а надо вот на него накладывать. Ну, научиться можно. Ну, научиться. Ну, дети современные, мы учим, как Петр Андреевич. Петр Андреевич говорил, у медведя, у Свети, у кучи, что-то. Вот, в общем, вот так. Вот в шесть прутиков. Но берется прут такой длины, чтобы хватило хотя бы вот на круг. А то прути, они есть такие, раз, здесь вот, до сюда хватит, и он такая... И уже веревочка вот эта проплетается. То есть, кольцо нужно убирать, даже я его уже сузил, это ничего страшного. Все. Опять, где-то я, может, там, не подтянул. Изер для этого. Ничего. Бить можно. Ну, уж, конечно, не совсем со всей силы, но так, чтобы все дырочки пропали. Опять эти ласы убираются. Ну, в принципе, их можно и потом убрать, так, чтобы я не люблю, когда торчатся сразу, убираю. Чтобы они не мешали глазах. Говорится, не мозольные. Вот. Дальше есть у нас два вида плетения. По кругу пошел. И, в общем, у нас получается вот такая. Все, доплел до сюда, прути у меня кончились. Опять такую же веревку, как внизу, я начинал. И шесть. Жуть. Субтитры сделал DimaTorzok